Военное обозрение Стивен Коэн к чему приведет политика США Вчера, 5.19 Стивен Коэн, к чему приведет политика США Американский историк Стивен Коэн, специализирующийся на России, считает, что из-за ошибочной политики последних администраций Белого дома на планете может начаться война Ответственность за возможное военное противостояние США с Россией ученый возлагает на Вашингтон Белый дом агрессивен, считает историк, в то время как Россия вынуждена отвечать на агрессию О выступлении Стивена Коэна на телевидении рассказал известный блогер Эрик Зюс на портале Вашингтон Апостроф С По его мнению, С. Коэн говорит правду Блогер напоминает, что Стивен Коэн, крупный ученый, специалист по России, признанный на международном уровне И должно вызывать тревогу то, что он признает существование реальной угрозы войны с Россией Историк впервые говорит об этом Вину за опасную тенденцию он недвусмысленно возлагает на руководство США, пишет Зюс Также историк считает возможную ситуацию роковым поворотом истории Наконец, по его словам, война может быть началом конца так называемого Трансатлантического Альянса По мнению ученого, проблема родилась в 1990-х годах В то время администрация Клинтона приняла доктрину победитель получает все Именно такая политика проводилась в отношении к постсоветской России Россия дает, мы берем Эта политика была принята администрацией Клинтона, но следовали ей и другие администрации Белого дома А также и конгрессмены И нет разницы, к какой политической партии принадлежал президент и кто заправлял в Конгрессе Такую политику проводит и президент Обама, считает Коэн Любой американский правитель со времен Клинтона считал, что Соединенные Штаты могут расширять сферы своего влияния настолько, насколько они хотят Вплоть до границ России А вот у России никаких сфер влияния быть не должно, даже в Грузии или на Украине Что касается фигуры Путина, то американское правительство не понимает простой вещи Путин больше европеец, чем 99% других русских По поводу Украины Коэн напоминает, что с ноября 2013 года Путин не проявлял агрессию, но вынужден был на каждом этапе отвечать А что же Америка? А в США СМИ единообразно искажали факты, что ученый назвал беспрецедентной ситуацией в американской политике По мнению эксперта, это чрезвычайно опасно, и это провал американской демократии В Европе случился раскол Политики тому же признали, Крым не вернется к Украине, как бы настоятельно к тому не призывал Киев Далее историк резко раскритиковал Обаму, отметив, что прежде никогда не слышал от американских президентов на публике личных замечаний в отношении российских лидеров Что касается существующего на Украине правительства, то это не демократический режим И если Запад не прекратит поддержку Киева, безо всяких оговорок, то, сказал Коэн, я боюсь, что мы сдвинемся в сторону войны с Россией Вот это да, за главными буквами вывел блогер ЗЮС Это действительно доказывает, насколько встревожен историк Если прежде он осуждал мягко, критикуя в основном американских истребов, лезущих на Украину То теперь он наконец-то начал осуждать конкретно И в его черный список попали оба демократа, Билл Клинтон и Барак Обама Мало того, Коэн публично заявил, что демократии больше нет в США Почему же Коэн раньше не высказывался с такой тревогой обо всем этом? Он сам рассказал, почему По его словам, в прошлом году он и другие эксперты считали, что Европа, экономически сильно встроенная в Россию, положит конец этому кризису, порожденному политикой Соединенных Штатов Но вместо этого большинство стран ЕС пошло вашингтонским курсом, с горячью отметил историк Другими словами, комментирует ЗЮС, Коэн и его друзья, видимо, проигнорировали доказательства зверств Обамы Вовлеченности Белого дома в украинский переворот То была первая ступенька к завоеванию России и деятельности нацистов на Украине Тех самых нацистов, которые фанатично ненавидят русских и желают им смерти В своем выступлении мистер Коэн также отметил, что Обама – слабый лидер во внешней политике ЗЮС полагает, что подобное заявление смахивает на объяснение неудачных гитлеровских решений Д. Ирвингом, который утверждал, что Гитлер был слабым лидером, которого использовали его советники Коэн и, возможно, его друзья, пишет ЗЮС, примерно так же судя так об Обаме, они отказываются рассматривать доказательства злобности этого человека Однако теперь, после этого интервью, продолжает блогер, у людей, может быть, откроются глаза на происходящее Американцы наконец поймут, как близко подошел мир к ядерной катастрофе Либералы даже не успеют пострадать, не успеют разочароваться в мире, в котором жили Либералы не способны защитить мир от нацистов, они всегда терпят неудачу, считает ЗЮС Но тех прогрессивных личностей, которые осознают глубину реальных проблем, либералы отчего-то называют чудаками Кстати, совсем недавно, 25 марта в Вашингтоне прошел Всемирный Российский Форум Политики не вели там речи об исключительности США, об агрессии России, даже об усилении санкций или каком-либо ином давлении Как рассказал корреспондент Вестей Александр Христенко, мероприятие состоялось в здании Цената Именно в этом зале обычно заседает Джон Маккейн Но 25 марта там говорили, что не Россия, а Америка спровоцировала конфликт на Украине Вестит цитирует того же Коэна, принимавшего участие в форуме Почти 25 лет в Вашингтоне воспринимали постсоветскую Россию как поверженную страну Вслух этого не говорили, но относились как к побежденной Германии или Японии Три лидера, Горбачев, Реган, затем Буш-старший, вели переговоры Объявили в 1988 году, что холодная война окончена без проигравших Все выиграли, никто не проиграл СССР распался позже, но Америка соединила это событие с уже окончившейся холодной войной И вскоре, в январе 1992 года, президент Буш-старший объявил, что США выиграли холодную войну Более того, осталась единственная сверхдержава в мире, Соединенные Штаты Америки По словам Коэна, во внешнюю политику США въелся триумфализм Отсюда и попытка навязать в отношениях с Россией неравные условия, Москва должна уступать за спасибо Шла речь и о расширении НАТО Корреспондент приводит слова Теодора Постола, профессора Массачусетского технологического института «Я в чем-то понимаю русских, что они беспокоятся об окружении странами НАТО», заявил он «Я, американец, не стал бы мириться, если бы Россия попыталась сделать то же самое с США Я говорю как человек, который занимался военным планированием В этом случае я бы советовал своему политическому руководству не допускать этого Почему же русские должны с этим мириться?» Постол, ранее работавший в должности советника начальника штаба военно-морских сил США Убежден, наращивать точки соприкосновения военных потенциалов двух государств чрезвычайно опасно Итак, в США растет число прогрессивно настроенных товарищей, не желающих допускать не только войны между США и Россией, но даже самой мысли об этом Другой вопрос, услышит ли их призывы мистер Обама, человек, которого иные американские журналисты называют злобным И еще один вопрос, пойдет ли Обама на попятный или будет тянуть волынку с санкциями до конца президентства Ведь признавать ошибки, это мучительно трудно Особенно те, которые совершил сам, а не допустила предыдущая республиканская администрация Обозревал и переводил Олег Чувакин, специально для ТОП ВОДАТРА